Здравствуйте! В студии работает Евгения Фахурдинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Президент Белоруссии рассказал о национальной ценности русского языка. В регионах России появятся центры грамотности. В стиле народов мира украшения и арт-искусства представили отечественные дизайнеры. А теперь более подробно об этих и других новостях. Об исторической связи двух культур рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на 6-м Всебелорусском народном собрании. В своем докладе глава государства отметил достояние нации, среди которых оказался и русский язык. Всебелорусское народное собрание – уже традиционное мероприятие. Раз в пять лет президент Лукашенко вместе с представителями разных регионов обсуждают главные векторы развития политического действия и социальные инициативы. Считается, что именно такой формат общения поддерживает в республике форму народа власти. В этот раз на встрече приняли участие более двух с половиной тысяч делегатов. Начиная с прошлого столетия, мы измеряем историю достижений белорусов пятилетками. Этой традицией началось строительство государственности молодой белорусской республики. Наши деды и прадеды ставили, казалось, недостижимые цели и совершали трудовые подвиги, поднимая разрушенную войнами и потрясениями экономику на небывалый уровень. Создавая суверенное государство на обломках советской страны, мы возродили эту традицию, чтобы сберечь связь поколений и опыта, без чего невозможно строить будущее. На 6-м Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко уделил особое внимание важности сохранения традиций и культуры белорусского народа. По мнению президента, именно эти постулаты обеспечивают самобытность и уникальность любого государства. Главными достояниями нации Лукашенко назвал творчество классиков, историческую память, а также языки которых в Республике два – русский и белорусский. У нас есть исконные мировоззренческие основы, которые делают белорусом нации. Их нельзя потерять, а значит творчество наших великих классиков, стихи и песни народов, в которых отображены важные вехи исторического пути белорусов, должны находить отражение в современных проектах, интересных в первую очередь молодежи. Это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета, что невозможно без понимания своего исторического, если хотите, карнического права быть хозяином на своей земле. Мы, белорусы, жили на ней тысячелетия. Да, большую часть своей истории в чужих государствах с разными народами, но в этом опыте истоки нашей толерантности, дружелюбия, доброго отношения к другим традициям и верованиям. Многие из них стали частью нашей самобытности, сделали нацию культурной и духовно богаче. У нас два родных языка – белорусский и русский. И тот, кто сегодня отказывается от этого великого наследства, как говорил великий Ленин, очень серьезно рискует. Потерять язык можно. Великий русский язык, где много нашей белорусской души. Язык – это постоянно развивающаяся материя. Если мы это потеряем, мы никогда больше это не вернем. Поэтому белорусский и наш русский язык, они будут всегда достоянием нашей нации. И мы не будем травить людей и давить, чтобы они не разговаривали на русском языке. Страшнее другое. Мы можем потерять идентичность, пустил в свою жизнь несвойственные нашему менталитету модели. В своем докладе президент республики неоднократно отмечал значимость российско-белорусских отношений. Именно этот союз обеспечивает поддержку в разных социальных и экономических сферах двух государств. Повысить грамотность среди населения и устранить пробелы в знании языка – такую задачу ставят организаторы акции «Тотальный диктант». Руководители этого проекта уже открыли в некоторых регионах России особые центры грамотности, где можно послушать лекции от преподавателей, принять участие в мастер-классах и улучшить навыки письма. Региональные библиотеки России подключаются к новому просветительскому проекту «Библиотека грамотности», который организует фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Такой уникальный формат поможет не только повысить уровень знаний среди населения, но и сформирует новые городские сообщества для филологов, преподавателей и журналистов. Проект «Библиотека грамотности» является логическим продолжением деятельности фонда «Тотальный диктант». В 2020 и 2021 годах во всей России откроется более 55 центров грамотности в 11 регионах, и уже центры работают в Нижегородской, Тамбовской и Рязанской областях. Что такое центр грамотности? Это место, где, во-первых, есть литература, качественная литература о русском языке и грамотности. Это литература справочная, научно-популярная, учебная. Это энциклопедии, словари, в которых можно посмотреть и какие-то очень практические вещи, и узнать побольше об устройстве языка или даже языков. Подборку книг составляли эксперты «Тотального диктанта», и действительно можно сказать, что это книги, которым можно доверять. Кроме того, центр грамотности – это еще некоторые точки притяжения для разных аудиторий, и мы фондом «Тотальный диктант» готовим целый пакет форматов мероприятий, которые библиотекари могли бы проводить на местах. То есть во всех 55 центрах грамотности, во-первых, состоится «Тотальный диктант», во-вторых, будут проходить мероприятия для самых разных аудиторий, и для школьной, и для сообщества педагогов, и для журналистов, и для широкой публики. Это будут разные квизы, лекционные форматы, игровые форматы, мероприятия, посвященные обсуждению тех книг, которые есть в подборке библиотеки грамотности. В 2021 году центры грамотности появятся в 11 регионах России. Уже сейчас подобные центры открылись в Рязани и Тамбовской области. Здесь каждый желающий может больше узнать об истории родного языка и принять участие в научно-популярных лекциях от ведущих филологов. Библиотечные фонды также пополняются новой тематической и актуальной литературой. В мае 2021 года планируется создание четырех центров грамотности в городах Удмуртии. Так, открытие первой тематической площадки будет приурочено к началу ежегодного литературного фестиваля на родине Чайковского. Интеллектуальный фестиваль для любителей литературы и музыки прошел в Санкт-Петербурге. Современные писатели и журналисты провели творческие онлайн-встречи для всех гостей, научили правильно читать книги и даже открыли собственные секреты успеха. Более 50 писателей приняли участие в Большом литературно-музыкальном фестивале «Книжный маяк Петербурга». Гости и слушатели мероприятия смогли лично побеседовать с известными авторами, а также задать свои вопросы о новых трендах в сфере литературы. Об истории романа «Лавр» и мастерстве языковой игры рассказал Евгений Водолазкин. На встрече писатель поделился своим мнением о русской словесности, а также объяснил, почему предпочитает относиться к серьезной прозе с юмором. Ну, я принадлежу к сфере науки, и в науке прожил всю свою сознательную жизнь. Наука, она очень серьезна, и естественно, что при такой серьезности тянет уйти в несерьезность. На самом деле, серьезность хороша, но серьезность должна быть внутренней. Это не обязательно ходить с постной миной и, так сказать, всех душить своей духовностью или серьезностью. На самом деле, самая большая серьезность, она тогда, может быть, развивается в полной мере, когда человек умеет улыбаться и улыбается. Специальную программу подготовили организаторы фестиваля и для семейных пар. Так, на уникальном мастер-классе «Делаем книгу с ребенком» молодые родители смогли узнать, как такая практика поможет развить творческие способности, а также проявить любовь к чтению. Ребенок, когда он сам начинает писать тексты и писать книгу и чувствует себя автором совсем по-другому, начинает относиться к книгам вокруг него, к другим книгам, которые ему так обычно скучно читать. И, опять же, по себе могу сказать, что именно с создания такой книги у моего ребенка началась любовь к литературе и к тому, что вообще-то издается сейчас много интереснейших классных книг. Для детей это способ стать частью какого-то огромного творческого литературного процесса. Это очень важно. И это, правда, способ привить любовь к чтению. На протяжении трехдневного фестиваля гости имели возможность посещать и онлайн-концерты. Заключительным мероприятием стало выступление музыкального коллектива народных инструментов «Терем-квартет». Художники и дизайнеры из разных регионов России представили свои лучшие авторские решения на выставке «Рус-арт-стиль» в гостином дворе Москвы. Особое внимание досталось работам отечественных модельеров, которые создали новые традиции русского костюма. Настоящий праздник моды и дизайна прошел на выставке «Рус-арт-стиль». Ремесленники и творческие союзы более чем из 40 регионов России смогли представить уникальные этнические костюмы, украшения и предметы декора на главной экспозиции в центре Москвы. Народные промыслы и традиции нашли отражение в предметах выставки. Дизайнеры из Якутской республики и Татарстана смогли продемонстрировать свои культурные ремесла, особенности и стилизованные наряды. Необычную экспозицию представил Дом русской одежды Валентина Аверьяновой. Этот творческий союз известен своей долгой историей, а также особой любовью к сохранению исконных отечественных традиций. Своей миссией Дом русской одежды Валентина Аверьяновой читает возрождение русского стиля в современном мире. На данной выставке мы представляем работу фотохудожника Павла Вана. Этот проект называется «Русская женщина. Преображение нации». Значит, наш проект направлен на то, чтобы показать красоту и величие духа русской женщины. Значит, на данной работе изображена Мария Аверьянова. Это моя старшая сестра. И мы этим проектом хотим привлечь внимание к проблемам российского образования, потому что на данном этапе у нас есть возможность и желание построить школу, и мы собираем средства для строительства школы Марии Аверьяновой. На работе Марии Аверьяновой представлены на своем костюме. Это русский традиционный костюм 21 века. Дом русской одежды Валентина Аверьяновой не делает реконструкции старинные костюмы. Мы используем крой старинный, но делаем современные вещи с использованием современных вышивых методиков, материалов. Эта работа, она 3D. Если вы посмотрите на нее, то увидите, что она живая. И такой техникой и технологией производства владеет только Павел Баа. Новые тенденции современной отечественной моды и дизайны появились и в серии специальных показов с участием юных моделей. Так в сказочное зазеркалье пригласила дизайнер Анастасия Шибина. Необычные костюмы ручной работы и удивительные аксессуары покорили сердца зрителей. В честь 60-летия празднования полета Юрия Гагарина в космос мы совместно с телестудией Роскосмоса продолжаем рассказывать о главных новостях в космической сфере. В этот раз вы сможете увидеть, как выглядит вблизи самая таинственная и загадочная планета Солнечной системы. Тем временем камера CASIS, установленная на борту аппарата Trace Gas Orbiter российской европейской миссии ExoMars 2016, сделала 20-тысячный кадр Марса. На фотографии видна гряда Солнца — участок рельефной системы мелких хребтов на огромном вулканическом плато под названием Форсида. Исследование хребтов, их распределение и направление может пролить свет на подробности сложной и динамичной геологической истории Марса. Та задача, которая была перед нами поставлена в проекте ExoMars на спутнике ТГО, заключалась в том, чтобы на основе понимания, что много воды и есть обширные области с высоким содержанием воды, понять уже с высоким пространственным разрешением, где конкретно. Вот есть, например, гигантский каньон Валис-Маринарис. Там в локальных областях присутствуют какие-то районы, где воды очень много. Мы сейчас уже наблюдаем воду на Марсе с разрешением порядка нескольких сотен километров. Это уже сопоставимо с горными районами, с окрестностью каких-то гигантских вулканов или низменностей. И это, по сути дела, помогает, сейчас уже начинает помогать. И я думаю, что в процессе миссии эти возможности у нас будут появляться все больше и больше. Помогает понять, каким образом эта вода именно в этом конкретном районе накопилась в процессе вот этой эволюции от теплого и влажного Марса к современному холодному замерзшему Марсу, какие процессы происходили его как бы гидрологической эволюцией. Параллельно госкорпорации «Роскосмос» и Европейское космическое агентство готовятся ко второму этапу миссии «Экзомарс» — запуску посадочной платформы «Казачок» и ровера «Розалинт Франклин» на его борту. Сейчас идут тесты, все эти тесты происходят в городе Канн во Франции. Там испытания идут, электромагнитная совместимость, там вакуум и так далее, там большие. Как раз те вот оборудования для таких испытаний именно там находятся, потому что сам аппарат довольно большой, не везде имеются такие большие камеры. Отрабатывается, естественно, мотобеспечение для миссии. Коллеги из Славочкина, они участвуют в этих испытаниях, идет интеграция аппарата. Где-то весной планируется перевести аппарат уже из Канны в Турин. Там продолжается работа именно с мотобеспечением, ну и уже оттуда потом в следующем году на Байконур. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, мы будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова